Здравствуйте! В эфире Детский Брянск. Наталья Будник и Алина Рябко. В финальной передаче этого года мы расскажем самые яркие моменты. И покажем их. Да, стартовал наш проект только в марте, но за это время мы уже подготовили 20 выпусков. Мы побывали в Клинцах. Мы познакомились с ребятами и наставниками Клинцовского кванториума. А еще куда мы съездили? Мы съездили к зубрам, покормили их. Да, были в заповеднике Брянский лес. Но самое большое количество передач мы сняли в губернаторском дворце детского и юношеского творчества имени Гагарина. Да, чему там только не учат ребят петь, танцевать, осваиваться. Цирковое искусство, да. А еще, помнишь, мы ходили по подиуму и учились конструировать одежду. А еще здесь есть прикладное творчество. Суда, авто, авиамоделирование. Изучают и собирают фольклор в Калинушке. И сегодня мы пригласили на нашу передачу Елену Григорьевну Шинкаренко. А еще с нами наш проводник Анастасия Романенко. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Елена Григорьевна, вот мне казалось в какой-то момент, что мы сняли уже все в вашем дворце. Столько было передач, столько интересных направлений, секций. Но я забралась на ваш сайт и поняла, что у нас только наша работа началась, да? Да. Пользуясь случаем, хочу сказать вам огромное спасибо, что вы проявляете такой интерес к нашему дворцу. Наш дворец действительно уникальное место, где находят ребята, мальчишки и девчонки, более 5000 человек, занятия по интересам. Это очень различные секции, это очень различные направления, это очень интересное объединение, где наши педагоги стараются вложить душу, стараются отдать свои знания, свой опыт нашим ребятам. И, как мне кажется, это удается, это получается. И я думаю, что если бы не было такой ситуации, то на сегодняшний день мы не были бы такой многочисленной армией мальчишек, девчонок, наших педагогов. Поэтому это, конечно, наша гордость. Вот скажите, мы были, там увидели направления, которые сохраняются еще с советских времен. То есть я, когда была ребенком, занимались ребята авиа, автосудомоделированием. Это было модно, это было интересно. Это модно и интересно сегодня. И в то же время вот Алина смотрела подиум, девочки, модная одежда, какие-то такие вот современные направления. Айти даже направление у вас развивается. Как удается это все объединить? Да, совершенно согласна с вами. Нам 85 лет. И наша задача, наш принцип, наш девиз от традиции к инновации. Мы ставим перед собой задачу не потерять ни одну традицию, которая была давно, еще 85 лет тому назад, создана и развивается по сей день. Вы правильно заметили. У нас очень много классических направлений. Тех направлений, где ребята занимаются вот то, о чем вы говорили. И, конечно же, современные моменты, современные направления, современные объединения. Хочу сказать о том, что это наш принцип. И перед нашими педагогами стоит задача о том, чтобы быть современными. Но, учитывая все то, что у нас есть, что накоплено многими годами, сохранить и приумножать. Почему на сегодняшний день я считаю, что очень сильная у нас система воспитательной работы? Потому что мы стараемся все, что у нас было накоплено годами, внедрять сейчас современные, новые, инновационные объединения. И дальше развивать их уже вот в таком сочетании традиция и инновация. Я хотела бы добавить, что действительно Дворцу 85 лет. И за это время создан имидж определенный. И действительно, это узнаваемые образовательные учреждения, туда идут и знают, что там будет образование самого высокого уровня. Это атмосфера творчества, детства. Ведь действительно, вы были у нас, вы видели, сколько у нас детей. И родители выбирают нас. И знают, что если они будут заниматься во Дворце, это определенная атмосфера, это определенные достижения. К нам стремятся попасть. И мы очень рады видеть детей, взрослых. У нас есть образовательные программы и для взрослых, и для детей. И правильно я хотела бы сказать, что часто идут на педагога. То есть личность педагога тоже играет большую роль, как говорила Елена Григорьевна. То есть у нас те фамилии, которые не нужно называть, которые прекрасно знают руководители образцовых детских коллективов, заслуженные работники культуры, отличники народного просвещения. Ну и просто педагоги молодые, которые еще только начинают свой путь, но они уже завоевывают сердца детей, и дети с горящими глазами спешат к ним на занятия. Когда бы мы не пришли во Дворец, там всегда очень много детей. Как удается удерживать минимально таких разных детей? Да, это же не школа, где вот оценки, жесткая программа, потом ЕГЭ. А вот как их сюда вот привлечь? Да, это действительно так, потому что, вот вы правильно говорите, мы дворец. Это значит о том, что у нас большое разнообразие. Мы оказываем услуги, вот такое не очень хорошее слово, но оно действительно так, по всем шести направленностям. Это и туристко-краеведческое, это и естественно-аучное, это и художественное направление. И в связи с этим ребята могут выбрать занятия по интересам. У нас на сегодняшний день 34 воспитанника наших детских объединений, которые в свое время занимались в наших детских объединениях, а сейчас они являются педагогами. Вот эта преемственность очень важна, потому что эти педагоги, они молодые, они действительно знают, как идти дальше вперед. И они те люди, которые понимают о том, что такое дополнительное образование, не понаслышке, а именно пройдя свой путь и придя вот к такому решению. И мы очень ценим таких воспитанников, таких педагогов. И как результат, результат работы, совместной работы с нашими ребятами. Это многочисленные фестивали, конкурсы, соревнования, где ребята показывают результаты и добиваются соответствующих результатов. И я считаю, что это, конечно же, большую роль здесь играют наши педагоги. И знаете, на что я хочу сейчас обратить внимание? У нас, конечно, я считаю, что удивительная материально-техническая база. Материально-техническую базу мы создаём вместе с родителями, вместе с педагогами, при огромной поддержке нашего правительства, лично губернатора Александра Васильевича Богомаза, нашего департамента образования и науки Брянской области. И делаем так, чтобы наши занятия были инновационные, условия, в которых находятся ребята, были современными. Это и наш зал, это и наши кабинеты, это и наше оборудование. И, конечно же, подросткам, детям очень интересно находиться в этом. А когда ещё это подтверждено и умножается удивительными педагогами, конечно, есть соответствующий результат. Количество детей у нас не уменьшается. Каждый год нас прибавляется около 200 человек. И поэтому одна единственная у нас проблема, что мы не можем расшириться. И, знаете, мы думаем о том, как мы будем размещать наших детей через несколько лет. Но стараемся. Я думаю, что мы ещё снимем не одну передачу. Этим летом мы побывали в лагере. Были один день, но я столько всего увидела. Да, это была спортивная смена выскорки. Между прочим, этот выпуск передачи вошёл в шорт-лист Всероссийского конкурса Олимпийского комитета «Энергия Побед». И пока это самая высокая оценка полученной нашей передачи. Сегодня в нашей студии... Борис Владимирович Белов. Он руководитель Центра туризма города Брянска. И вы приехали не один к нам, да? Да. Сукана Константин, наш воспитанник. А почему вы приехали вдвоём? Почему? Потому что Костик — это тот ребёнок, который уже 8 лет увлечённо занимается туризмом. У него есть большие успехи. Туристы — это особые люди, потому что вот эта деятельность, она целиком увлекает. Это особый образ жизни становится. И когда ты пробуешь себя преодолеть, когда ты пробуешь что-то для себя открыть, открыть человеческие отношения, открыть какие-то законы природы, поведение природы, когда ты понимаешь, что являешься целым составной частью этого мира, когда ты ценишь то, что тебе дано, ты учишься быть ответственным, целеустремлённым, ты проявляешь стойкость духа. И, конечно, те, кто попробовал себя вот в этом виде деятельности, конечно же, просто так от этого выкнуть не могут. Когда вырастают дети, они даже кем бы они ни работали, но они обязательно все выходные, а тем более отпуска, стараются где-то быть на природе, в каких-то походах, в каких-то путешествиях. Это очень увлекает. Константин, а вот что тебя увлекает? Я понял то, что мне нравится это дело. Я полюбил очень походы. Мы с родителями, с друзьями начали ездить на природу с палатками, на рыбалку достаточно часто. Ну вот потерялся. Какой короткий структаж для тех, кто вот вдруг понял, что в лесу, и он один, и страшно. Какие твои действия, скажем так? У вас тебя этому научили? Не паниковать. Нет безвыходных ситуаций. Прежде всего, Константин правильно сказал. Самое главное, чтобы не паниковать, успокоиться, определиться по сторонам горизонта, вспомнить, откуда ты пришел, подумать, где могут быть люди. Это помогает и рельеф местности, для этого и дорожная сеть, линии электропередач. Ну и, безусловно, надо иметь ориентироваться по солнцу. Если солнце есть, то никогда человек не должен уже пропасть, потому что все равно понимаешь, откуда ты вышел, куда нужно идти, направление. Главное – успокоиться. Мы ко всему этому приучены и себя чувствуем в любой ситуации. Как говорится, не бывает плохой погоды, бывает плохая кипировка у туриста. Здорово. Алин, ты что-то тоже хотел спросить, да? Походы, еда на костре, ночь в палатке. Это, конечно, все интересно. Ну, мне кажется, очень сложно, да? Да. Вот комары летом, это же как-то вот, они вот кусаются, чешутся. И зачем в это все влезать, да? Ну, на комаров, вот если честно, вообще все равно. Ну, попшикался там этим вот комаров средством и все. А что ты, а что ты, а что ты, если забыл его? Забыл. Купить. Ну, одеться в закрытую одежду, чтобы не было открытой кожи. Ну, можно натереться, например, мятой, можно натереться душицей, чередой, можно можжевельник, любое хвойное. Потер ручками, осталось запах этой хвои, натер все открытые участки. И уже комары не будут так к тебе привлекать. Или взять ветку какую-нибудь там, отмахиваться. Наш центр один из лучших центров детского туризма России. И, безусловно, успехи наши все связаны с нашими уникальными кадрами, нашими тоже самовоспитанниками, которые становятся тренерами, которые в дальнейшем за собой ведут детей. География путешествий самая разнообразная. От Дальнего Востока, Русского Севера, которым постоянно посещаем, на велосипедах, на байдарках. Горные походы, это обязательно и Крым, и обязательно Кавказ. Бывают и дальние экспедиции мы делаем. И вот эти весь соревновательный такой ритм, марафон, участие дает нам всевозможные победы наших ребят. Ребят, в том числе и Константин, он неоднократно участвовал в соревнованиях и побеждал на областного масштаба и в соревнованиях всероссийского. В этом году мы открыли семейный центр пространства. В этом году у нас создан клуб семейного туризма. Поэтому родители вместе с детьми имеют возможность вместе с нами путешествовать. География путешествий самая разная. В том числе очень много таких доступных для них творческих конкурсов, всяких игр. Атмосфера не только спорт, туризм, но ориентирования. Очень много краеведения и очень большое, значимое, мы уделяем внимание именно к патриотизму. Спасибо большое. Алин, пойдем? Пойдем. Мы к вам обязательно придем. Мы вас ждем. Спасибо большое. Ой, не корочки, не сухарика. Мне его взять, да? Этого сухарика мы вчера с последней размочили до съели. Этим летом я была за кулисами театра кукол. Это просто сказка. Да, Алин, и ты там поработала немножко и осветителем, и лепила куклу, познакомилась с героями спектаклей. И нашим гидом по за кулисью была Ирина Азарова. Сегодня она в нашей студии. Здравствуйте. Добрый день. Очень рада я побывать у вас в гостях. Вот. Когда мы были в театре, шла подготовка к спектаклю «Однажды в Бодохосе». Я знаю, что была премьера, очень успешная. Я уже начинала с работы над Бодохосом, и Алина сказала, ой, я хочу посмотреть этот спектакль. Мы что сказали? Алин, когда подрастешь, обязательно к нам придешь. Я хочу отчитаться. Премьера вышла. К каждой премьере мы выпускаем номер журнала такого нашего, афишка. Так что ты уже можешь заранее посмотреть, пока растешь. Что это за спектакль у нас такой? Да, произвел спектакль «Фурор». В основном мнение восторгающееся. Но он не совсем типичный, не совсем простой такой для Брянска. Не все привыкли к таким сложным спектаклям, тем более это кукольный спектакль. Мы пригласим твою маму обязательно на этот спектакль, Наташу, и вы обязательно приходите. Потому что это событие, конечно. Но к Новому году у нас традиционно мы всегда готовим детский спектакль. Но вообще-то он даже семейный, я бы сказала, «Серебряная копытца». И вот тебе в подарок еще один журнал. Спасибо. И ты обязательно увидишь, Наталья, и вы. Обязательно. И все дети Брянска, надеюсь, увидят. Что вот действительно Новый год – это сказка. И этот спектакль, он абсолютно сказочный и по декорациям, и по сюжету. Все знают сказ Бажова, да? Поэтому обязательно придете, почитайте журналы. Поэтому, Алин, это самый главный подарок тебе от театра «Кукол». 4 января мы ждем тебя на «Серебряном копытце» в нашем театре. У нас в следующем году в наш репертуар входят такие авторы, просто потрясающие. Островский, Чехов и Лесков. Это все спектакли, которые мы ориентируем немножечко на более старший возраст. Но тем не менее будет у нас в следующем году еще один такой вот необычный спектакль. Он как раз детский и очень полезный, я надеюсь, будет для всех. Это спектакль про правила дорожного движения. Сделано будет с юмором, ярко, интерактивно. Работать над ним будет наш друг из Могилева. Мы поддерживаем контакты с театрами из Белоруссии. Они приезжали к нам на гастроли. Сергей Сергеенко такой. Это будет дебют его на брянской сцене. Вот на этот спектакль мы обязательно тебя пригласим. Вы где только ни были и везде успех. Да, и у нас же был юбилей. Наш театр отметил 50-летие. А в честь этого мы провели фестиваль, посвященный Казьме Пруткову с названием «Объять не объятное». Это было особенное событие. Решили проводить его теперь постоянно, но через год, чтобы мы немножко успели отдохнуть. Вот в следующий год мы от этого фестиваля отдыхаем. Но у нас обязательно будет фестиваль самодеятельных театров. Самодеятельный театр кукол оказывается у нас в области. Здесь очень много ребят увлекаются театром кукол и, естественно, с наставниками. И вот эти ребята будут участвовать в этом фестивале, который будет у нас. Мы можем пригласить вас в жюри, если вы захотите, если вам будет любопытно. Нам очень любопытно. Да. Большим удовольствием приглашаем вас. Спасибо большое. Всегда приходят люди, гости, коллеги, друзья. Мы обрастаем новыми связями, контактами, дружим. И совсем недавно у нас побывал Горловский театр кукол. И это, возможно, самое важное событие под занавес года. Они выступали у нас с гастролями, правда, не на нашей площадке, потому что у нас шли репетиции крас-серебряного копытца. Они выступали на многих площадках города. Вот эти ребята из Горловки, ну, они такие прекрасные люди, они храбрые, они с достоинством. Они потом еще в Севастополь поехали. Вчера буквально пришло сообщение о том, что вот они вернулись в свой родной Горловский театр кукол. И теперь для своих детишек создают сказку, потому что они смогли заработать деньги для того, чтобы делать кукол, декорации. Они набрались положительных эмоций. И вот для нас это очень отрадно. Мы заключили с ним договор о сотрудничестве с Горловкой. Поэтому Горловка к нам еще приедет, и тоже приглашаем вас на их спектакль. Спасибо большое. Мы тоже набираемся опыта и положительных эмоций от таких людей, как вы, от наших гостей. Спасибо вам большое. Спасибо за то, что вы нас рады видеть, за то, что вы нас приглашаете. И оказывайте нам такую честь. Пускайте за кулисы. И до скорой встречи в театре. Обязательно. И пойдем за кулисы опять. Спасибо. Там всегда все новое. Спасибо. А на этом мы завершаем нашу передачу. В следующем году мы обязательно встретимся, и не один раз. Всего доброго. До свидания. А на этом мы прощаемся. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok